В Турцию продолжают ехать люди, в том числе и из стран СНГ. То на отдых, то пожить, а кто присмотреться по местной недвижимости в стране. И тема аренды квартиры по-прежнему остается актуальной в Турции. Однако, правила в каждой стране свои. И чтобы не вляпаться в неприятную историю, мы сегодня вам расскажем то, что нужно знать при аренде и при общении с собственниками квартир. Вы на канале Турки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Это наш компаньон Нокта. Стокомтесь. Погнали. Отношения между квартиросъемщиком и арендодателем регулируются законом обязательственного кодекса Турции, который дает возможность аренды на определенный или неопределенный срок. Снять квартиру в Турции на длительный срок от 6 месяцев гораздо проще и дешевле, чем ту же квартиру на месяц или на три. Квартиру в Турции можно найти при помощи сайтов sahibinden.com и hebcmlak.com. Ну или можно обратиться к нам, чтобы найти квартиру в Турции. На этих сайтах квартиры выставлены как от собственников, так и от агентств недвижимости. Как найти квартиру в аренду на сайте sahibinden.com можешь посмотреть вот здесь. Вот я там записывал подробное видео с инструкцией. Единственный момент, когда ищете квартиру через сайт, то открывайте рубрику «Комментарии». Там пишут, для кого сдается квартира. Часто можно увидеть, только не иностранцы, все кроме иностранцев, только для медицинских работников, или государственных служащих, или вот только для женщин. Либо же вы можете отравиться прямо в агентство недвижимости, по-турецки оно называется «эмлак». Все собственники в Турции обычно просят плату сразу за 5-6 месяцев, плюс депозит, размер которого зависит от желания собственника и если у вас домашние питомцы. Реже находятся собственники, которые готовы взять деньги не за 5 месяцев, а за 3 месяца, но на меньшее с турками вам договориться не удастся. И мы обязательно ждем в комментарии с текстом, что вы сочиняете, я снял на 3 месяца и плачу помесячно, и подобные варианты. Мы же говорим не про квартиры, найденные через Facebook или через Telegram. Там вы сможете найти квартиры с разными лайтовыми требованиями от собственников, но не от турок. Этими собственниками обычно являются русскоговорящие иностранцы. И через названные соцсети вы снимаете квартиру на свой страх и риск, так как там мошенничество процветает. А какие именно тактики используют мошенники в сфере аренды в Турции, можете посмотреть вот тут вот. Так вот, если вы арендуете квартиру у турок, будьте готовы заключить контракт у нотариуса на 6 месяцев или на год. На меньший срок турки даже не станут запариваться с договорами. Помимо самой аренды депозита, готовьтесь оплатить комиссию риэлтору, которая составляет либо сумму месячной аренды, либо полтора платежа аренды. Заключение нотариального контракта тоже платное, имейте это в виду. На просмотр квартиры вы поедете вместе с риэлтором, и нередко собственника квартиры даже может не быть. Это обычная практика. Ключи риэлтор берет у охраны, после показа им же и возвращает. Если же квартира не в Сите, это вот жилой комплекс в Турции так называется, то собственник нередко может оставить ключ где-нибудь в шкафу в подъезде, вот именно для риэлтора, чтобы он приходил и показывал без него. Если вас квартира устраивает, и вы готовы ее арендовать, то вы отдаете обговоренные деньги в офисе в этот же день, куда подъезжает собственник, или обговоренный день, идете вместе, часто без риэлтора к нотарию. Собственникам вы можете списываться в WhatsApp по всем вопросам. Также, если что, вы всегда можете обратиться к тому риэлтору, через которого и сняли жилье. Здесь риэлторы не исчезают после выполненной работы, а продолжают сопровождать клиента, если возникает какая-то проблема или вопрос. И запомните, по правилам Турции, если вы хотите внести какие-то улучшения в квартиру, то для этого необходимо получить разрешение собственника. И делать все это вы будете, естественно, за свой счет. Вам не удастся договориться с турком, чтобы он вычил эту сумму из вашей арендной платы. Так как Турок не мыслит, как вы, типа, квартира не моя, я здесь внес улучшение, это же лучше собственнику, пусть он и платит. Турок же мыслит так, вы квартиру видели, вас все устроило, поэтому если хочешь что-то улучшить, пожалуйста, за свой счет. И вот как хотите ему, объясняйте свою точку зрения, Турок никогда этого не поймет, потому что в его квартире живете вы. А если у вас в квартире что-то случилось, типа, полоналась техника или мебель, все это вы чините за свой счет, так как когда вы сюда вселились, все работало. И, конечно же, в любом правиле есть исключения. Так сказать, но они есть всегда. Бывают турки и сердобольные, которые просто не умеют отказывать, но их значительно меньше. Если же что-то не работает при просмотре квартиры, вы указываете на это, и в этом случае собственник все чинит за свой счет. Так, с этим разобрались. Дальше. Дальше, я так понимаю, договор. Заключенный договор по законам Турции пролонгируется на 10 лет автоматически. Но если вам необходимо продлевать ВНЖ, по тому же адресу договор придется обновить и снова заключать у нотариуса. При этом цена аренды может повыситься, но не более чем на 25% от текущей стоимости. Согласно изменениям в законе о долгах номер 6098, однако турок может просить с вас больше, ссылайтесь вот на тот вот закон. При заключении договора прописывайте те пункты, которые вас волнуют. Сначала вам дадут типовой договор, но вы можете просить вписать те пункты, которые вас действительно волнуют. Ну, например, там, кошки, там, другие домашние животные, или там, при съезде что-то, там, за какое-то время вот конкретно я буду съезжать. Ну, такие вот детали. Если вы хотите расторгнуть договор аренды, то необходимо будет уведомить владельца квартиры минимум за 15 дней до завершения срока договора аренды. По закону уведомлять нужность в письменной форме, нотариально заверив. Но если вам удалось выстроить хорошее отношение с собственником, то предупредить можете и устно, по СМС. Если вы съезжаете раньше окончания договора, то депозит вам ваш вернут, если, конечно, в квартире все цело, но держат стоимость аренды за месяц. Будьте к этому готовы. Это стандартная практика. Типа не что эти такой платите. Часто такое бывает, что депозит вам сразу вернуть не могут, а обещают это сделать при сдаче квартиры другим жильцам. И это тоже стандартная практика. Ситуация может возникнуть сложная, так как если вы уехали в другую страну, а в Турции у вас никого нет, кто сможет проконтролировать процесс, то возврат денег 50 на 50, так как придется надеяться на порядочность турка. Ну или на то, что он будет заморачиваться с переводом денег. А как показала недавняя ситуация, перевести деньги из Турции в другую страну – это та еще задача. А вот возможности расторгнуть договор аренда у собственника гораздо меньше, чем у того, кто снимает эту квартиру. Для этого ему необходимо обращаться в суд. Доказывай, что ему негде жить, кроме этой квартиры. За основание этого правила взята статья 347 Обязательственного кодекса Турции, согласно которой договор аренды, продлившиеся 10 лет, дает право владельцу квартиры расторгнуть таковой, уведомив об этом квартиросъемщика за 3 месяца до завершения срока подписанного сторонами договора без участия суда. Поэтому, если вы арендовали квартиру, и вас абсолютно все в ней устраивает, то бояться того, что собственник каким-то своим причинам может попросить вас съехать, конечно, предварительно уведомов, как, например, в РФ, не стоит. Живите спокойно и не парьтесь. Такого права у собственника просто нет. Наш совет. Если у вас есть хоть какие-то знакомые знакомых, которые могут порекомендовать конкретного риэлтора, то арендуйте квартиру лучше так. Так как в случае рекомендации, его услуг Турок вывернется наизнанку, лишь бы вы оказались довольны. И шансов, что собственник попытается вас обмануть, крайне низки. На сегодня у нас все. Пользуйтесь нашими советами и будьте благоразумны. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо и поддержать наш канал. С вопросами по поводу аренды в Стамбуле обращайтесь на наш сайт, указанный под видео. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok